В Казань-Экспо прошло открытие международного форума «Россия – спортивная держава». Мы понимаем значимость этого форума, определил его приветствие президента Российской Федерации, по решению которого форум был организован впервые и прошел впервые в Казани. 9 лет «Универт ТВ» вещает единственный в России круглосуточный студенческий телеканал. «Универт ТВ» – это команда профессионалов, молодых талантливых универсалов, которые создают качественные материалы и реализуют собственные проекты для зрителей. Всем привет! В эфире «Универт Ньюз», а в студии Екатерина Лазарева. Ректор Казанского федерального университета удостоился награды Министерства науки и высшего образования России. Церемония награждения состоялась при участии главы Миноборнауки Валерия Фалькова. В здоровом теле – здоровый дух. В Казань-Экспо стартовал 9-й международный форум «Россия – спортивная держава», где собрались легенды спорта и организаторы крупнейших мероприятий. Далее репортаж нашего корреспондента с открытия фестиваля. С 2009 года спортивная держава объединяет более 3000 человек – олимпийских чемпионов, представителей частного бизнеса, экспертов спортивной индустрии и просто неравнодушных зрителей. Это уникальная площадка обмена опытом, международным опытом, опытом проведения крупных соревнований в Российской Федерации, взаимодействия регионов. Тема форума – реализация стратегии 2030 и вопросы, связанные с подготовкой кадров, вопросы детско-юношеского спорта, развития массового профессионального спорта, олимпийского движения. К продвижению России на мировой спортивной арене здесь уделяется особое внимание. Страна не только посылает своих чемпионов за рубеж, но и является организатором крупнейших мировых соревнований. Ближайшие из них – зимние студенческие игры – уже готовятся к наплыву гостей. Планируют принять в части более 11 тысяч участников. Из них 2000 атлетов, 1000 тренеров из более чем из 100 стран. Ежегодно форум объединяет на своих площадках и уже состоявшихся спортсменов, и тех, кто лишь недавно начал проявлять интерес к индустрии. Попробовать себя в различных видах спорта можно на стендах. Например, я никогда не занималась стрельбой. Посмотрим, что у меня получится. Кстати, стрельба из пневматической винтовки входит в перечень норматива «Готов к труду и обороне». Историю ГТУ от возникновения до наших дней готова рассказать экспозиция «Музей на колесах». Помимо различных наград здесь представлены грамоты победителей и участников соревнований, а также спортивный инвентарь для занятий физкультурой. Этот приз 1956 года. Он вручался победителям легкоатлетических соревнований на спартакиад народов СССР 1956 года. Видите, вот он уже потрачен временем таким. Ну, посмотрите, вот исполнение. Каким был спорт в прошлом веке, помнит советский футболист Евгений Ловчев, заслуженный мастер спорта России и почетный участник форума. Сменялась власть, титулы и лица на спортивной арене. Постоянной оставалась лишь идея народного единства, которой наполнено и нынешнее мероприятие. Расскажу просто историю из Олимпийских эрисов 1972 года. Там было такое помещение, где висело много-много этих телевизоров. И вот здесь показывали бокс, здесь борьбу, здесь лыжи нет летние, значит, гребля, здесь баскетбол, предположим. И мы вот все, кто не участвовали в сегодняшний день, там футболисты, предположим, мы сидим и смотрим, мы болеем за наших. Потом переходим за боксера, болеем за этого. Вот это сплачивает, это страна. Понимаете, в чем дело? Не спорт как таковой сплачивает, а страна. В третьем павильоне «Казань-экспо» гостей ждали танцевальные батлы, тир, стенд-клубы «Кенда» и площадка пилотирования дронов. Форум «Спортивная держава» завершится 10 сентября. Ариадна Кугушева, Фарид Захитаглы, Универньюз. Исполняется 193 года со дня рождения великого писателя Льва Толстого, автора всемирно известных романов «Война и мир» и Анны Каренина. Имя мирового классика тесно связано не только с Казани, но и с императорским Казанским университетом. Лев Николаевич Толстой родился 9 сентября 1828 года в Тульской губернии в имении матери Ясной Поляне. Был четвертым ребенком в семье. Еще в детстве будущий писатель лишился обоих родителей, и воспитанием осиротевших детей занялась дальняя родственница. Позднее семья переселилась в Казань, город, где ранее пребывали многие родственники Толстого. Он здесь провел свою юность с 13 лет до 19 лет. И именно на это время, как мы понимаем, происходит становление личности любого человека. Он возвращается к Казани в своих произведениях «Отрочество». Описано в детстве он, понятно, не берет. А вот «Отрочество и юность» в этих двух частях трилогии, конечно, казанский текст прослеживается. Он обращается к Казани уже в позднем периоде своего творчества. Это казаки, это утро помещика, но это, конечно, после бала. В 1844 году Лев Толстой пополнил студенческие ряды Императорского Казанского университета. Изначально он поступил на турецко-арабское отделение. Позже перевелся на юридический факультет. Однако в 1847-м оставил учебу. Ключевой фигурой студенческих времен Толстого стал Дмитрий Мейер. Один из основоположников гражданского права в России. Не просто преподаватель, а личность, которую студенты слушали с воодушевлением. Им он давал читать философские произведения. Можно сказать, что именно Мейер, наверное, поспособствовал вот такому увлечению и самосовершенствованию Льва Толстого относительно философских исканий. Уже в это время, видимо, формировался тот Толстой, да, Толстой философ, Толстой мыслитель, не всеми принимаемый, да, но очень яркий, неординарный, которого мы имеем в русской культуре, в русской литературе, в русской философии. Сегодня имя Льва Толстого носит Высшая школа русской и зарубежной филологии, Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. Хочу обратиться ко всем студентам, что вы учитесь в том великом университете, который воспитал, который израстил очень много великих людей. Казанский федеральный университет чтит память своих выдающихся студентов. Так, в 2018 году был объявлен годом Льва Толстого. Был проведен ряд крупных мероприятий. Так, был организован ряд международных научно-практических конференций, в том числе и за рубежом. Торжественное закрытие года Толстого состоялось в императорском зале Казанского университета с участием праправнука писателя, советника президента России по вопросам культуры Владимира Толстого. В 2018 году был открыт памятник бюст великому писателю во дворике главного здания университета. А в 2019 году в Институте филологии и межкультурной коммуникации открыта совместная скульптурная композиция Льва Толстого и великого татарского писателя Габдуллу Тукая. Первый и единственный в России круглосуточный студенческий телеканал Универ ТВ вещает в эфире уже 9 лет. Он дважды становился лучшим и не собирается сбавлять оборота. Почему? Узнаем прямо сейчас. Универ ТВ – это кладезь полезной информации и полный амбициозных людей телеканал. Профессионалы готовы делиться своими идеями и делать крутой контент для своих телезрителей в разных жанрах. В 2010 году по поручению ректора Ильшата Гафурова в Казанском университете создали телеканал Универ ТВ. Своё круглосуточное вещание он начал в 2012 году. Здравствуйте! В эфире программа «Юнивер Ньюз» и я, её ведущая Римма Занединова. Наш выпуск посвящен началу учебного года. Сегодня мы расскажем вам, чем запомнился о День знаний 2012 года студентам Казанского федерального университета. Телеканал транслирует в эфире как программы собственного производства, так и программы партнёров, а также качественные научно-популярные фильмы. Площадка Универ ТВ – это отличная возможность начать свой путь в медиапространстве. На телеканале работают люди абсолютно разного возрастного диапазона. От студентов, которые начинают здесь свой творческий, свой медийный путь, до уже настоящих профессионалов. Приятно видеть здесь тех, кто, в принципе, здесь вырос. Я являюсь тоже одним из таковых, кто начинал с полставки корреспондента и теперь возглавляю отдел новостей. Универ ТВ – это огромная площадка для самореализации, для какого-то творчества, для того, чтобы ты как раз вот снизу поднялся вверх. Универ ТВ играл большую роль в моём становлении как профессионала, потому что я здесь обучалась АЗАМ писать текст, работать с техникой, с камерой, решать какие-то рабочие моменты. Я сама снимала свои сюжеты, сама их монтировала, сама писала к ним текст. Универ ТВ – это команда профессионалов, молодых, талантливых универсалов, которые создают качественные материалы и реализуют собственные проекты для зрителей. И каждый, кто когда-то был частью телеканала, точно получил бесценный опыт работы в медиаплатформе. На этом всё. С вами была Энджи Минибаева. До новых встреч! На этом всё. В студии была Екатерина Лазарева. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok